здравствуйте рад приветствовать вас на своем канале идея выращивать рыбу и крабов в пустыне предложено в начале 60-х годов она экспериментально проверено в морских и солоноватых водах пустыни высокое содержание минеральных веществ в воде солнечная энергия и температура фактически способствует созданию хорошей кормовой базы эти системы требуют меньше воды и при этом непрерывно производят качественный белок и свежую культуру растений в аридных районах источником воды являются запруды пруды ирригационные каналы соленые солоноватые озера грунтовые воды временные реки фермеры во многих засушливых районах занимаются только аквакультурой или совмещают ее с основной сельскохозяйственной деятельностью однако недостаток технических знаний и исходных компонентов препятствуют этой активности пример саудовская аравия и алжир успешно занимаются выращиванием индийской белой креветки и белоногой креветки морского и пресноводного вида соответственно пионером пустынной аквакультуры является израиль в пустыне негев южном израиле которая имеет громадные запасы соленой и геотермальной грунтовой воды организована и успешно функционирует ферма супер интенсивного типа гибриды теляпии культивируют при средней плотности посадки 20 27 килограммов на кубический метр пустынные районы сша располагают около 40 фермами которые производят 4000 тонны рыбы и крабов ежегодно один процент всего ежегодного объема производства в стране в алжире правительство оказывает поддержку частному и государственному сектору в развитии аквакультуры на засушенных территориях в 2009 году в алжире запущено пять проектов пресноводной аквакультуры эти фермы имеют объем производства теляпии до 1000 тонн ежегодно большое спасибо что досмотрели видео подписывай